Протяни руку помощи. В городском управлении опеки и попечительства числятся пятеро детей, нуждающихся в домашнем тепле. Если в ближайшее время они найдут новые семьи, их распределят в детские дома по всей стране. Как там сложится судьба юных новорингойцев, которые остались без попечения родителей, неизвестно. Сегодня самое заветное желание каждого из них обрести по-настоящему любящую семью. Об этом они рассказали нашей съемочной группе. Ксения Белозерова с подробностями. А это травка, на которой вырастет цветы. Подобно нарисованному цветку, 12-летняя Илона тянется к теплу и свету. Ярко-оранжевым солнцем она готова согреть всех, кто рядом. Скромная, отзывчивая девочка с уверенностью заявляет, когда вырастет, обязательно станет кондитером и угостит шоколадным тортом своих друзей. А пока делится рецептом домашней пиццы. В холодильник поставишь, ждешь, когда оно поднимется. Потом раскатываешь тоненько. И потом там ложишь огурцы, оливки или помидоры, сыр. В отличие от Илоны, совсем взрослая Валентина стесняется камеры. Застаем ее за любимым делом. Валя мечтает стать парикмахером, пока тренируется на младших товарищах. Раньше заплетала всех своих подруг, но теперь она учится в другой школе и друзей пока не нашла. Конечно, трудно сначала. Ну, трудновато сейчас в новом коллективе и так далее. Пока еще ни с кем не общаюсь, не пытаюсь. У нас сегодня идет математика. Пример еще. Число классное револю. Да, да, число классное револю. Денис и Регина играют в школу. Прилежный ученик по-мужски серьезен. Несмотря на то, что любимый предмет у него физкультура, ни в одном математическом примере третиклассник Денис не допустил ошибку. Шесть плюс шесть. Двенадцать. Три плюс три. Шесть. Говори мне таблицу умножения. Ладно. Десять умножить... Один. Регине пока сложно ориентироваться в таблице умножения. Но вычитать и умножать ученица второго класса любит больше всего. А еще девочка рисует животных, потому что они добрые и ласковые. А этого ей сейчас не хватает, как никогда. Так, кидать. Все. Четырехлетний Соломон уже проявляет сильный характер. Он все привык делать самостоятельно. Но с другими детьми легко находит общий язык. Ему, как и еще четверым юным новоуренгойцам, необходима новая семья. В самое ближайшее время они могут оказаться в детском доме. Этого требует закон, которому должны подчиниться сотрудники управления опеки и попечительства. Условия, какие бы хорошие ни были в детском доме для детей, все-таки приоритетным является устройство в семью. И мы все прекрасно понимаем, что дети должны расти в семье. Это будет сказываться на дальнейшей их ней судьбе. Помочь Илоне, Валентине, Денису, Регине и Соломону можно. Оформить опеку или взять в приемную семью. Если в новом Уренгое найдутся люди, в сердцах которых есть место для благородных поступков, у пятерых детей появится шанс на счастливое будущее. Ксения Белозерова, Феликс Россихин, Служба новостей, Импульс.